22 июня – День памяти и скорби. Это день начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день, ранним летним утром 1941 года в 4 часа, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. О том, какую роль сыграл Казанский университет в годы войны, расскажем в следующем сюжете. 22 июня 1941 года, когда студенты готовились к последним экзаменам, пришло страшное известие о начале войны. Сразу же после сообщения вероломного нашествия фашистской Германии на Советский Союз на митинге в общежитии университета была принята резолюция. Студенты Казанского государственного университета заверяют партию и правительство о своей полной готовности по первому их зову до последней капли крови защищать честь и свободу социалистической Родины. Мы готовы выполнить долг патриотов и на трудовом посту, и в битвах на фронте. Мы никак не можем определиться с цифрой, а сколько ушло из Казанского университета. Я вам говорил об этом. Но если посмотреть, что накануне войны было 2000 студентов всего лишь, это уже был большой вуз, из них 1198 комсомольцев, половина комсомольцев ушло на фронт, это, считай, где-то 560 человек. Половина партийной организации, это где-то 48 человек беспартийных. Я так понимаю, что из Казанского университета ушло в первые 2-3 года от 720 до 800 человек. Начавшаяся война внесла коррективы во все сферы жизнедеятельности университета. Основным документом, отразившим порядок перестройки учебного процесса, стало письмо наркомпроса РСФСР от 1 июля 1941 года. Эвакуированных расселяли в студенческие общежития и в дома сотрудников. Когда говорят про эвакуацию, обычно говорят про академиков, членов корреспондентов, 39 или, в лучшем случае, про около 2000 научных сотрудников. Хотя, на самом деле, чтобы понять эту историю, и, собственно, историю с питанием в том числе, нужно понимать, что это было около 5000 человек. То есть это не только научные сотрудники, но и члены их семей, знакомые. И все эти люди приехали сюда. И их надо было где-то разместить, их надо было чем-то кормить. Собственно, вот Юлий Чмидт справился с этой задачей, насколько это было возможно. Что делал, собственно, Шмидт, что делал университет и государство? Ну, конечно, первое всего, это карточки. Карточки выдавались на месяц, собственно, карточки выдавались на день. Иногда выдавались дополнительные карточки, так называемые УДП. Студенты это переводили как «умрешь днем позже». Также студенты-аспиранты занимались разгрузкой-погрузкой, работали на полях колхозов и совхозов, убирали снег со взлетной полосы аэродрома, кололи дрова, и многие были мобилизованы на фронт. Казанский университет выражает дань уважения памяти героям, ковавшим победу на фронте и в тылу, чтобы сказать спасибо тем, кто ценой своей жизни спасал Родину от фашистских захватчиков. С 2015 года Казанский университет проводит традиционный студенческий марш победы, в котором участвуют студенты, преподаватели и сотрудники КФУ во главе с ректором университета Ильшатом Гафуровым. За коротким, но емким словом победы стоит мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжкий труд в тылу нашего народа. Канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне руководством Казанского университета было принято решение установить дополнительные 103 мемориальные плиты на Аллее славы в ректорском садике университета. Там начертаны имена 458 участников войны, которые были студентами, преподавателями и сотрудниками университета. Ученые, сотрудники, студенты и преподаватели университета внесли неоценимый вклад в победу над фашистской Германией. Мы чтим память каждого и благодарим их за героизм, стойкость и мужество, проявленные перед лицом войны. Энджемини Баева, Универньюз.